Друзья, добрый день, добрый день, какие хорошие новости, просто за душу взяло. Начали у нас бороться с настоящими ворюгами. Конфискации начались, конфискации, вы только посмотрите на эту новость, прям не терпится вам показать. Генеральная прокуратура требует изъять 32,5 миллиарда рублей у Михаила Абызова, бывшего министра открытого правительства, в пользу государства. Вы представляете, 32,5 миллиарда рублей, это же огромная сумма. На них я вам тут рассказывал, нас задержали какого-то деятеля за 150 миллионов рублей, миллионов, миллиарды это тысячи миллионов, то есть, конечно, 32,5 миллиарда, это огромная сумма. Браво, браво, правоохранители. Пожалуйста, дорогие друзья, напишите в комментариях, вот особенно те, кто смотрит телевидение, много об этом рассказывают, великом достижении российских правоохранителей, которые поймали Абызова и требуют конфисковать у него деньги. Тут понимаете, какой нюансик надо отметить, чтобы вы понимали, что все не так просто, и это никакая нафиг не чистка, не борьба с элиткой вороватой. Смотрите, друзья, дело в том, что Михаила Абызова поймали полтора года назад. Сначала присел Арашуков, сенатор, сразу после этого Михаил Абызов. То есть, это было два громких дела 19-го года, но знаете, тут какой нюанс есть? И одно дело, и второе. Они состоялись ровно в тот момент, когда у Путина начали рушиться рейтинги. И вот чтобы как-то подкрепить эти падающие рейтинги, я так понимаю, что и были организованы вот эти две громкие посадки. Сенатора Арашукова, того самого, который сказал, что не знает русского языка, мне нужен адвокат и переводчик. И вот Михаил Абызов, бывший министр, который уже давно не при делах, и вообще не очень понятно, чем он занимался, когда был министром. Что такое открытое правительство? Спросите кого угодно, вам никто не объяснит, что такое открытое правительство. Для сравнения, друзья, я несколько раз уже упоминал в своих роликах, что такое будут настоящие чистки. Чистки, которых мы ждем. Те чистки, после которых я скажу, да, черт возьми, реально началось. Похоже, наше руководство решило не доводить до бессмыслового и беспощадного бунта. Не хотят, чтобы какие-то коллеги-чиновники оказались повешенными на фонарных столбах и так далее и тому подобное. Посмотрите на эту статью. Ей уже больше двух лет. Какую цену заплатила Россия за оздоровление банков? То есть, на самом деле, мы с вами все, наш бюджет заплатил огромные деньги по указке Эльвира Сахипзадовны Набиулиной. То есть, у нас тут сажают людей и пока говорят о том, что эта великая чистка началась в стране, когда сажают человека, там у него 200 миллионов рублей нарушения, там может быть 50 миллионов рублей. Это вот просто громкое дело, о котором говорят во всех СМИ, я уверен, и на телевидении об этом рассказывают. А вот сколько тратит Центральный банк Российской Федерации на латание дыр в банковской системе, который этот сам Центральный банк и допускает? Все эти ошибки, все эти беспредельщики-банкиры, все, что происходит в банковской системе, это их Сахипзадовны непосредственная ответственность. С ноября 2013 года отозвана лицензия у 358 банков, еще 28 банков отправлено на санацию. До прошлой осени об отзывах лицензии, разумеется, писали, говорили, но надо признать, что это все-таки были точечные хирургические вмешательства регулятора, а банки были небольшими по размеру. Все изменилось в августе-сентябре 2017 года, когда Банк России один за другим взял на санацию сразу три крупнейшие частные банковские группы. Открытие, Бинбанк и Промсвязьбанк, вместе с несколькими банками, которые входили в эти холдинги. А вот тут аналитики задумались, а во что обходят российскому бюджету, предприятиям и рядовым вкладчикам санация и отзыв лицензий? Все ли правильно делает Банк России? Перевожу на русский язык, друзья мои. Когда у банка отзывают лицензию, когда у банка объявляют санацию, если у вас там находились деньги, простите, вы банкрот, вам могут вернуть только до полутора миллионов рублей. Если, например, вы откладывали на покупку квартиры, и у вас там, например, было 3 миллиона рублей, вот половина из этой суммы, до свидания, вы ее не получите уже никогда. Все, денег нет, но вы держитесь. Еще тяжелее ситуация у предпринимателей. К нам принято, предпринимателям у нас принято относиться, что это типа там буржуины, обжираются, грабят народ и так далее. Но вы поймите, Дерипаски, Абрамовичи, Виксельберги, Усмановы, они никогда в эти проблемы не попадают. Они почему-то откуда-то заранее знают о подобных вот неприятностях. У них деньги никогда не сгорают при санации банков. Понимаете, о чем я говорю? Страдают только обычные предприниматели, вовсе не олигархи. Владельцы небольших магазинчиков, торговых точек, владельцы, может быть, какой-то недвижимости, какой-то фабрички, которые в каком-то банке держат зарплату своих сотрудников, например. И вдруг этот банк объявляется закрытым, у него отозвана лицензия. Что это значит? Что он должен уволить всех людей, обанкротить свое предприятие, без возможности заплатить зарплату. Еще его же отправят под суд за то, что он такой-сякой негодяй не исполняет трудовое законодательство. А как он может выплатить зарплаты, если сгорел банк, в котором были деньги, и все эти деньги тоже сгорели. Вот эта вот ситуация, сколько же денег стоило нашей стране? Вот это вся операция Эльвира Набиулиной, которая шла 7 лет практически. Аналитики рейтингового агентства ФИЧ еще в конце сентября 2017 года пришли к выводу, что лучшим решением для Банка России было бы отозвать лицензию этих крупнейших банковских групп. По их оценкам, прямой ущерб российскому бюджету оценивается в 500 миллиардов рублей. Вдумайтесь. У Абызова, как бы крупнейшая, огромная суперсумма, 32,5 миллиарда. То, что творят эти банкиры, из которых никто не был посажен, и главная Эльвира Сахипзадова-Набиулина, это ее поляна. Центральный банк Российской Федерации курирует, отвечает за все, что происходит в банковской сфере нашей страны. 500 миллиардов рублей. Но это еще самая скромная оценка. Читаем дальше. Спустя год проблемы озаботились в аналитическом центре при правительстве России. То есть это ФИЧ, это какие-то там иностранцы. А аналитический центр при правительстве посчитал совсем иначе. Они подсчитали, что повышение финансовой стабильности обошлось российской экономике в 6 триллионов рублей. Ребят, 6 триллионов – это 6 тысяч миллиардов. Почему Сахипзадовна еще не сидит? У меня вот вопрос. Где расследование, черт возьми? Разорены предприятия, фабрики, заводы, фирмы. Простые люди лишили своих кладов. А все, все, денег нет. Государственный банк, который действует по лицензии Центрального банка Российской Федерации, который руководит Эльвира Сахипзадовна-Набиулина, там Ксения Юдаева, там другие замечательные функционеры. Где наказание? Где ответственные? Почему эта вакханалия длится уже 7 лет? Нет, мы потеряли 6 триллионов рублей. 6 триллионов. Ребята, где эти деньги? Вот пока Центробанк не просто не отправлен в отставку. Нет, скорее всего, Путин сейчас Сахипзадовну просто отправит в отставку. Нет, пока все ответственные не пошли под суд. Пока эти деньги не были конфискованы. А объясню, куда деваются эти деньги. Предположим, Эльвира Сахипзадовна дает распоряжение. Давайте мы банк открытия. Сейчас отправим под санацию. Что значит под санацию? Государство за наш бюджетный счет влезает в этот банк. Грубо говоря, выкупает все там активы. Вот это все закрывается. За наш счет, за государственный счет, за бюджетный счет. У государства только наши налоговые деньги. Соответственно, банк становится государственным. Пока это распоряжение будет выполняться, пройдет несколько месяцев. За эти несколько месяцев. Люди, кто в курсе, чиновники. ФСБшники, например, приходят в банк и говорят, Дружище, выдавай кредиты, ну, например, там, 200 миллионов. Может быть, несколько миллиардов. Смотря какая ситуация, насколько наглые силовики или чиновники. Давайте все это сейчас состряпаем. Через два месяца все равно этот банк будет закрыт, ликвидирован или санирован. И все эти долги, все эти кредиты, как будто их и не было. Помните, у нас был такой полковник Захарченко? Помните его? Потом был полковник Черкалин. Так вот, полковник Черкалин, это был человек, кто занимался именно банковской сферой. Он отвечал в экономическом управлении ФСБ за банки. Вот эта квартира, забитая баблом, это только верхушечка айсберга. Основные деньги пока не найдены, потому что потеряно шесть. Триллионов рублей. Сколько там у Черкалина задержано? Насколько я помню, там где-то 12 или 15 миллиардов. А тут шесть тысяч миллиардов. За это пока никто не отвечает. Никто. А между тем, наши правоохранительные органы знают, как получить новые звездочки на погонах. Три человека по делу нового величия получили реальные сроки. Еще четыре приговорены к условным срокам. То есть парни играли там в страйкбол, делали другие интересные вещи. Их признали виновными в создании экстремистского сообщества. Как установило следствие, активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Вы представляете? Оказывается, вот эти парни, семь человек, они хотели свергнуть Путина. Еще раз говорю, ребята, ко всем обращаюсь, из раза в раз повторяю. Никаких противозаконных действий, никаких противозаконных призывов. Каждого, кто призывает к чему-то вооруженному, противозаконному, агрессивному, погромам и так далее, рассматриваем исключительно как провокаторов. Потому что в этом деле действовал тоже провокатор. Только суд решил, что это вообще не важно. В деле нового величия не нашли провокации со стороны силовиков. Суд считает недоказанными показания подсудимых о провокации со стороны Константинова. То есть был некто Константинов, Александр Константинов, который участвовал в чатах нового величия под именем Руслан Д. Призывал там ко всяким штучкам. Давайте, ребята, у меня там есть знакомые, кто может вам продать оружие. Хотите ли вы купить оружие? Давайте, мы там все устроим, организуем. А они на это велись. Сторона защиты называла провокатором правоохранительных органов этого Константинова, внедренных в компанию активистов. Пацанчики мечтали, вот сейчас мы можем что-то изменить в стране, установить временное правительство. Может быть, они его даже называли, как мы, правительство народного доверия. Ребята, это очень опасно. Будьте максимально аккуратны в интернете. Я уверен, что когда в России изменится политическая система, рано или поздно это произойдет немытьем, так катанием, эти люди будут оправданы, как и многие-многие другие. Свободу Быкову, свободу Платошкину, свободу Чельдеву, свободу Фургалу. Всем, ребят, свободу. Мы за это должны еще бороться. И когда мы будем бороться, мы должны использовать исключительно законные, мирные способы. Вот знаете, я на днях выложил у себя на канале опрос москвичей. Знают ли они что-то про Хабаровск, знают ли они Платошкина, как вообще относятся к оппозиции. Знаете, очень мало людей знает про Платошкина. Очень мало. Особенно молодежь практически не знает, о чем это говорит. А значит, мы плохо работаем. Мы мало делаем. Мы здесь в интернете. Молодежь вся в интернете. Только им почему-то не интересен тот язык, которым мы пользуемся. Те темы, которые мы обсуждаем. Ребят, может быть, в нас вопрос. Может быть, сначала мы себя спросим, а что мы можем сделать, а как нам нужно действовать. А уже потом будем спрашивать, а почему это у нас люди такие пассивные. Начнем с себя. Мы же считаем себя солью земли. Я вас правда считаю солью земли? Вы ни раз, ни два выводили наше видео в тренде. Благодаря вашей активности, вашим комментариям, вашим лайкам, вашим репостам. Но нам нужно идти дальше. Нам нужно делать больше. Нам нужно быть умнее. Чтобы молодые ребята, кто начинает интересоваться политикой, увидев вот эти вот угрозы со стороны силовиков, что их могут посадить просто так, под какую-то провокацию, под статью подвести. Они не должны бояться. Мы должны показать, что мы способны действовать. Избегать провокаций. И медленно, но верно продвигать в массы идеи того, что нам нужна. Другое правительство, правительство в отставку. Другая Госдума, досрочные выборы Госдумы. Другой президент, Путина в отставку. Нам нужна другая политическая система. Другая экономическая система. Нам нужно многое в стране сделать. Мы готовы строить. Почему нас считают маргиналами? Меня спрашивают, почему ты мало освещаешь митинги в Москве? Простите, а под какими лозунгами они проходят? Кто там собирается? Зачем они собираются? Что они делают? То, что вижу я, мне совершенно не нравится. Если в Хабаровске я вижу народные митинги, то пока что в Москве это скорее похоже на такие же провокации. Выходят люди с гарантией, что их будут арестовывать. И журналистов, и блогеров там больше, чем нормальных людей. О чем они выходят поговорить? О чем? В защиту Хабаровска, про Хабаровск там говорят очень мало. Поэтому, друзья, нам надо держаться вместе, при этом избегая провокаций. Сложно, согласен. Но возможно. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова